Здравствуйте! Почему женщина часто навязчива в отношениях? Откуда эти корни и как убрать эту привычку, если это привычка? На самом деле не так всё сложно. Я сейчас буду называть вещи своими именами, а вы уж там принимаете и считаете, как для себя приемлемо принять или не принять. Вот первая категория. Давайте просто начнём. Первая категория — это те девочки, те девушки будущие, которые увидели и видели всю жизнь, что мама, папу с утра до ночи пинала, 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 капала, 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 и папа двигался. При том, при сём, мама создавала такую возбуждённую деятельность по периметру квартиры или дома, там, где они жили, эта видимость является копированием того образа жизни, который девушка впоследствии будет применять. Неплохо, нехорошо. Так делала мама. Если находится тот товарищ, который готов поиграть в эту одностороннюю игру, то начинается переповтор и опять всё повторяется. Там рождается следующая девочка, там ещё что-то, ещё что-то. И вот это навязчиво. Здесь раз позвоню, ты не забудь, крепа ты то, не забудь это, не забудь. Туда сходи, сюда сходи. Это надо, это то, это то, сюда. Вот-вот-вот бесконечное такое завязывание в узел внимания мужа, чтобы у него не хватало невозможностей, никаких бы то ни было внутренних желаний куда-то дёрнуться. Работа, дом, работа, дом. Думаю, бесконечно увеличивающиеся со временем, как и растущие дети. Количество обязанностей на тему того, что ты нам должен обеспечить. Вторая категория — это когда уже более поумней, те, которые уже увидели, что так как мама не хочу, другая крайность называется. Они приводят себя в тот вид, который на сегодняшний момент имеет тренд. Они же все одинаковые. И пытаются найти человека, у которого уже всё есть. Ну он уже всё смог заработать. И вот там всеми правдами и неправдами. И там ходят по головам. Это тоже определённый образ жизни, потому что сами себе разрешили, как они считают. И для того, чтобы там не произошло того же самого, включается опять эта навязчивость. Ты меня любишь, ты не любишь, ты сумочку купи, то купи. Но в принципе механизм работает один и тот же. Забирается внимание настолько, насколько можно, забираются ресурсы, чтобы каждый раз вдруг, не дай бог, задумался, была жалкость расставаться с тем, что уже вложено. Это же и работает в противоположную сторону. Есть достаточно весомая категория молодых людей, которые по отношениям к женщинам поступают таким же способом. И третья, самая такая примитивненькая, это когда девушка жила, женщина, мы же видим разных по возрастной группе, в очень тяжёлых условиях, в очень тяжёлых. И ни разу никто даже не попытался что-то рассказать, и ей в силу каких-то обстоятельств не пришло даже в голову подумать, что у неё тоже может что-то получиться. И тогда эта девушка идёт к тому, кто взял, и она будет на него молиться. А он будет там очень по-разному. Так, к сожалению, живёт большинство наших семей. Это страх остаться одной, потому что в глубине души знаю, что я ничего не могу, ничего не умею, и мне страшно в этом мире одиноко. Он агрессивный, он жуткий, он противный. Я не хочу туда идти. Это где-то какая-то работёнка, это вот какая-то комнатёнка. Это ужасно, но это передаётся тоже. Передаётся или навязывается. Но это совсем грустная история. И такие люди, они очень улыбчивые, очень спокойные, такие трудяги. Трудяги, которые пытаются заслужить. И с одной и с другой стороны, это одно и то же, не только женщины, но и мужчины. Пытаются заслужить к себе расположение и хотя бы чуть-чуть внимания. Другого такого. Есть с нюансами, немножко с разворотами, со всякими, чуть-чуть плоскости разные. Но это уже, знаете, как частности. А вот это основная категория. Кто-то хотят друг у друга, вот совсем ты мне, я тебе. Кто-то продаётся, кто-то покупается. Вот совсем утрировано, совсем примитивно, совсем так нелицеприятно, но это так. И для того, чтобы он не делся, вот этот субъект такой, в котором очень заинтересованы, всевозможными способами, всевозможными действиями забирается его внимание максимально, максимально ли её максимально, чтобы, не дай бог, не соскочил. Вот и всё. Как только человек понимает, что он может сам, может с ним, может с другим, ну в принципе может всё, тогда только начинается у него право выбора. И он никогда, любящий человек, никогда не будет держать насильно рядом с собой. Это более высокое такое понимание жизни. Я ни в коей мере вас ни к чему не призываю. Это вот как чуть-чуть ремарка на тему того, что есть другое мировоззрение.